Эти спортсмены в бою могут совмещать бокс, борьбу и удары ногами. В Кирове прошел турнир по рукопашному бою. 200 спортсменов из 17 клубов боролись за звание лучшего. Марина Крашененникова побывала на турнире и узнала, что думают опытные бойцы о подрастающем поколении. На турнире по рукопашному бою Кубок Братства Краповых Беретов выступают спортсмены от 12 до 20 лет. Если для кого-то этот старт один из первых, то есть и опытные бойцы. Ниджад Ехьяев в спорте 10 лет и знает всех соперников. На этом турнире дошел до финала и уступил лишь там своему одноклубнику. По словам Ниджада, в зале много перспективных атлетов. Молодцы ребята, растут. Я наблюдаю, смотрю. Довольно-таки хорошо они очень выступают. И многие, многие не единицы. Думаю, много чего по максимуму добьются. Если, конечно, продолжат и будут относиться к этому, очень хотелось. Другой ветеран рукопашного боя Евгений Татаринцев. В свое время выполнил мастера спорта и был первым в стране среди юниоров. Сейчас сам уже не выступает на турнире в качестве судьи. Тоже отмечает интерес молодежи к спорту. Когда мы занимались на соревнованиях, по 20 человек всего было. Я помню, приходилось выступать в двух весовых и в двух возрастных категориях, чтобы хотя бы 3-4 сватки отбиться на соревнованиях. Сейчас в каждой весовой по 15-20 человек. Действительно, на турнире выступало почти 200 спортсменов из 17 клубов города и области. Кубок Братства Краповых Беретов, соревнования традиционные, проводятся уже 14-й раз. Рукопашный бой по-прежнему привлекает как юношей, так и девушек. Это, во-первых, не безинтересно, а во-вторых, это прикладной вид, который способен придавать уверенности человеку и девушке в том числе в нашей непростой и порой нелегкой жизни. По итогам турнира выявили лидеров в личном и командном зачете. Так лучшими среди клубов стали спортсмены Налинского легиона, второе место у суворовцев из поселка Восточный, а бойцы Риска стали третьими. Также организаторы отметили спортсмена из Орлова. Совсем недавно Владислав Фокин стал бронзовым призером первенства России по рукопашному бою.